Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, и сегодня я хочу вам рассказать о влагозарядковом поливе. Поверьте, это очень важное мероприятие в жизни каждого сада, неважно, у вас плодовые деревья, либо кустарники. Зачем нужен влагозарядковый полив? Ответ очевидный. Для того, чтобы восполнить дефицит влаги в почве, который растение очень хорошо чувствует. Очень жаркая погода последние недели, месяцы приводит к тому, что все растения, независимо, многолетние или однолетние, они испытывают дефицит влаги. И если однолетние вы выкопаете осенью, выбросите и забудете до следующего года, то многолетние, они же остаются на земле на много-много лет, как звучит их название. Поэтому, чтобы они действительно были многолетние, им нужно периодически помогать. И влагозарядковый полив такую функцию выполняет. Если растение чувствует дефицит влаги, у него снижается устойчивость к болезням. Это раз. Устойчивость к вредителям. Это два. Устойчивость к холодам, к зимним морозам и вьюгам. Растения, которые ушли в зиму, не напитавшись водой, к сожалению, подмерзают намного серьезнее и потом страдают очень сильно и от болезней, и от вредителей. Поэтому влагозарядковый полив нужен не просто, чтобы мы полили почву, а для того, чтобы растения восполнили дефицит влаги у себя, в тканях, в своих клеточках и хорошо подготовились к зиме. Как проводить влагозарядковый полив? Для этого, во-первых, нужно убедиться, что он действительно необходим. Потому что избыток влаги может привести тоже к нехорошим последствиям. Влагозарядковый полив мы производим тогда, когда почва просохла до глубины основного залегания корней. Это глубина 20-25 сантиметров. Если копнув почву на эту глубину, вы видите, что она сухая, легко рассыпается в руках, вы не можете сжать ее даже в малейший комочек, значит растениям срочно нужен полив. Какой объем воды должен быть вылет под крону дерева либо кустарника? Здесь расчет идет из площади проекции кроны. То есть мы условно опускаем границы кроны на землю. Вот именно в этой зоне в основном и сконцентрированы корни растений. На один квадратный метр проекции кроны должно приходиться 5-6 ведер воды. Поливать нужно в несколько приемов, ведь вы, если сразу выльете такой объем воды под крону вашего дерева или кустарника, изрядная часть воды просто растечется. Поэтому поливать нужно в 2-3 приема. Вылили пару ведер, она впиталась, и как только впиталась, вы добавляете оставшуюся воду. Для того, чтобы вода хорошо уходила именно в зону обитания корней, почву под деревьями, под кустарниками можно порыхлить, под деревьями, особенно если у вас, допустим, не черный пар, а газон, немножко продырявить, перфорировать. Это пойдет на пользу и газону, и дереву. Через перфорации, дырки в газоне, вода быстрее уйдет именно туда, где она жизненно необходима деревьям. Итак, повторяем. Влагозарядковый полив необходим для того, чтобы восполнить растениям дефицит влаги в условиях нашего жаркого засушливого лета. Для того, чтобы деревья хорошо подготовились к зиме. Когда его проводим? Его проводим в том случае, если дождей давно не было, а почва на глубине основного залегания корней у деревьев просохла до глубины 20 см, плюс-минус 5. Как проводим? Естественно, путем полива. Лучше всего поливать в ранние утренние часы, либо вечером. Я предпочитаю полив под ночь, вечером. За ночь корни очень активно впитывают воду, и утром вы свои деревья просто не узнаете. Все увядшие листики быстро распрямятся, побеги вернут тургор, и дерево будет действительно радовать вас своим внешним ярко-зеленым видом. Если засуха держится долго, больше месяца, влагозарядковый полив имеет смысл повторить. Сколько льем воды? 5-6 ведер на 1 квадратный метр проекции кроны. И обязательно поливаем в 2-3 приема, чтобы вода не растекалась. В таком случае вы обеспечите свои деревья водой, и они уйдут под зиму хорошо подготовленными. Процветание вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч! С вами была Юлия Кондроденок.